В колониях региона осужденные не только исправляются и, как говорят в народе, сидят, но и работают, как основное население страны. Тоже за зарплату, тоже с отпуском и в рамках трудового законодательства. Результаты этой работы сотрудники службы исполнения наказания презентовали на ежегодной выставке. В зонах производят профлист, делают мебель, кованые изделия, шьют, занимаются изготовлением тротуарной плитки. С профессией за решетку мало кто приходит, поэтому в колониях осужденные еще и учатся, получают специальности по курсу среднего профобразования. Наиболее популярны у нас три женские колонии, это, можно сказать, три специализированные швейные колонии. Это, опять же, профессия швея, оператор швейного производства, это основные. У мужчин это сварщик в основном. Сейчас у нас есть новое производство, мы открыли, это птицевод новая профессия в этом году тоже появилась. Профессии эти популярны еще и потому, что им легко найти применение на свободе. Недавно сотрудники УФСИН заключили контракт с Федеральной службой безопасности. Для ФСБ предстоит пошить полевые костюмы на 70 миллионов рублей. За свой труд осужденные получают зарплату, часть из которой идет на оплату их питания и содержания, а часть – на руки. На руки они получают 25% гарантированно. Значит, если имеются езкие элементы, они удерживаются после того, как вычитается подоходный налог. Даже в зонах развито сельское хозяйство и производство продуктов питания для нужд колонии. В женской ИК-10 села Бородино производят майонез, а в будущем году наладят выпуск кетчупа. Сертификат получен, рецептура на два вида одобрена. Делать будут сладкий и острый кетчуп. Не для столовых, а для магазинов в зоне. Остается нам только в том году разыграть торги, согласно 44 ФЗ. И, если Бог дать, все будет хорошо, запустите этот кетчуп производства. И также в рамках взаимодействия с ГУПРОМ-сервисом, значит, у нас планируется выпуск кетчупа полторы тысячи пачек в месяц. Также мы будем этот кетчуп развозить как внутри нашей области, так и Ярославль, Кострома, Владимир. Специальный репортаж о самообеспечении колонии региона, о питании, осужденных их труде в течение этого года и результатах производства за колючей проволокой смотрите на нашем телеканале в субботу, 23 декабря. В эфир выйдет проект «Режимный урожай». Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.